Всем привет! Меня зовут Джана. И в этом видео я хотела поговорить с вами о музыке. Я считаю себя меломаном и таким любителем, конечно, меломаном. Сама я выросла на музыке в 80-х. И у меня в детстве в окружении мои старшие родственники слушали музыку такую своеобразную. То есть не русскоязычную они доставали. Тогда очень было сложно эти кассеты. И слушали они музыку такую в основном рок. И это, допустим, металлика, аха, скорпионс и тому подобное. Ну, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. И я привыкла к этой музыке. И вы знаете, вот старшие родственники, они мне говорили о том, что это очень хорошая, качественная музыка, и нужно ее слушать. Они, в общем-то, меня так учили. А я тогда ребенок, конечно, прислушивалась к тому, что рекомендуют старшие. И когда ее слушаешь постоянно, и уже понимаешь, что нравится тебе. Но, кстати говоря, ни мои старшие родственники, ни я, конечно, в тот момент не знали английского языка. И я даже сомневаюсь, что они сейчас его знают. Но, тем не менее, они каким-то параметром ориентировались, что это хорошая музыка. Потом, в дальнейшем, я сама уже, ну, как-то тоже и по телевизору, нет-нет, но это редкость, помню, появлялась. Группа Роксет, наверное, тоже многим известная. И я помню, это я уже подростком была. Мне так нравилась их музыка, мне нравилась солистка. И ее стиль, она для меня была вообще идеалом стиля. Ее прическа, я все мечтала сделать такую прическу, но с моим типом волос это было просто нереально сделать. Но, тем не менее, у меня короткая стрижка. И в дальнейшем, конечно, была такая музыка в основном попса в том регионе, где я жила. И выбора особого не было. Вот то, что нам навязывало телевидение, радио, то мы и слушали. А что делать? А кассет тогда тоже было очень мало. И, в общем-то, это стоило денег и немалых. Ну, затем появились, конечно, диски. Но, тем не менее, выбор был, ну, можно сказать, такой своеобразный. И, ну, допустим, классическую музыку я не слушала, я не по этой теме. И для меня это сложное к моему восприятию. И затем, когда вот я начала заниматься йогой, я познакомилась с другой, с другим направлением музыки, которая мне прямо зашла и очень нравится. И вот я хотела с вами поделиться со своей подборкой разной музыки, которая мне сейчас нравится. И я использую приложение Spotify. Я думаю, многие уже знают об этом приложении. И, возможно, конечно, кто-то другие приложения использует. Но, по сути, хотела поделиться именно своей медиатекой. Если это касается йоги, если кому-то понадобится, кто хочет заниматься параллельно, слушать очень приятную музыку, я могу от себя, на мой вкус, порекомендовать такую музыку. К примеру, вот сейчас мы зайдем в мою медиатеку. И вы знаете такую исполнительницу Деву Примал. И у нее есть несколько классных альбомов, которые я использовала еще сама, когда только занималась йогой. Потом в дальнейшем, когда уже сама преподавала йогу еще на родине. И потом уже в дальнейшем приехал сюда, использовала долгое время, несколько лет именно эту исполнительницу Деву Примал. Потому что, я не знаю, но она нравилась не только мне, она нравилась и всем остальным, кто практиковал йогу. И самые классные альбомы у нее называются Love is Space. И вот еще у нее есть альбом The Essence. Ну, в общем, вы можете к ней зайти посмотреть. У нее есть еще инструментальная музыка. Кстати говоря, я помню, перед пандемией, да, перед пандемией они приезжали в Таллинн, выступали. Но я еще хотела попасть к ним на концерт, но как-то у меня с графиком не получилось. Вот, и я рекомендую ее. Затем у меня есть второй любимый исполнитель Аджет, альбом Даршан. И этот альбом я сейчас, в настоящее время, в своей практике йоги использую. Мне очень нравится этот альбом. Он такой проникновенный, очень душевный и глубокий. Послушайте, я рекомендую. Мне кажется, должно понравиться. И так. А, вот есть Мурабай Шейба. У них там тоже несколько альбомов. Вы можете выбрать для себя, какой вам понравится. У них очень классная музыка. Рекомендую. Так, по йоге. По йоге. Например, в Виньяса Флоу, если вы делаете интенсивную йогу, либо вы делаете какой-то фитнес, это не обязательно, чтобы йога была. Я рекомендую, можете заниматься с такой музыкой в том числе. Почему бы и нет. Так, сейчас я еще поищу здесь у себя в своей медиатеке. А, вот. И современный диджей Тас Рашид. Как будто космическая какая-то музыка. Но очень тоже классная. Я ее использовала и в своей практике йоги, и также на уроках, когда сама преподавала своим ученицам. И людям нравится. Что из йоги у нас еще? Ну, вот здесь вот есть альбом Yoga Release Marley. Но я ее реже использовала. Я старалась разную музыку использовать, но вот у меня были и любимчики. И, кстати говоря, вот есть Шантам Каур, исполнитель, исполнительница. Но у нее такая... У нее альбом хороший, но не вся вот музыка, не каждая мне нравилась. Там выборочно. То есть, две-три, которые мне мешали. И из-за этого я ее реже слушала. То есть, я выделила некоторые песни, музыку, которые мне нравятся. Но не полный альбом. И разные. У меня есть такой релакс музыка. Кстати, вот альбом Peace я использую, допустим, когда хочется мне расслабиться, помедитировать или просто отдохнуть, отвлечься. Этот альбом очень хороший. И вообще у меня по альбомам для медитации несколько таких любимых. Вот здесь вот есть Peaceful Meditation. Но если вы наберете просто Meditation, там огромное количество выйдет на любой вкус и цвет. Лично мне нравится для медитации музыка звуки природы. И чаще всего я использую звуки океана. Вот у меня где-то альбом был о звуке океана. Секундочку, сейчас найдем. Вот, кажется. Да, Ocean Way Sounds. Я его частенько слушаю. Кстати, вот еще альбом классный для занятий йогой. Называется Yoga Music. Я вам рекомендую. Также можете на фон включить. Даже если вы занимаетесь, допустим, с YouTube. Можете чуть-чуть такой звук прибавить, чтобы не мешал слушать учителя или тренера. И параллельно, чтобы была приятная музыка на фоне. И также есть вот альбом The Best of Healing Ragus. Это тоже классный альбом для занятий йоги, практикой йогой. Рекомендую также. Затем. Наверное, с йогой я закончу. У меня тут разные такие подборки. Но хочу отметить, что в этом году я открыла для себя другое направление. Можно сказать, такое старое-новое направление. И альбом называется Killing Me Softly. Название, конечно, убей меня мягко. Мне сейчас, я вот как, наверное, в конце прошлого года. Где-то в конце, буквально вот в рождественское время я наткнулась на этот альбом. И все. Я теперь весь январь, вот сейчас все это время, периодически слушаю этот альбом. Мне очень нравится. Если вы любите музыку, к примеру, 80-х, но в современном исполнении, сейчас, которое у нас есть, мне нравится. Потому что были разные ремиксы, я помню, в начало 2000-х, но это совсем не то. А это прям классная такая музыка, и я удивилась, мне это очень понравилось. И я могу сказать, что если отмечать лучшую музыку или альбом за январь 2022 года, я для себя отмечу вот этот альбом Killing Me Softly. Если вам нравится, вы можете тоже заглянуть, послушать. И, ну, дальше у меня по исполнителям некоторые есть. Как вы видите, здесь у меня есть Патрисия Касс, которую я слушала поза в прошлом году. Осенью, помню, где-то в период своего дня рождения как-то мне зашло. У меня бывают вот так вот волнами, я сначала слушаю-слушаю какое-то время один альбом или исполнителя, а потом отпускаю это и ищу что-то новенькое или старое новенькое. Ну, как вы видите, у меня здесь есть и Арва Перт. Это, я думаю, для эстоноземельцев это обязательно иметь в своей медиатеке. Конечно, у него такая классическая, очень сложная музыка. Но я пробую тоже иногда так послушать. Но это прям тяжело даётся на самом деле. Вот. Ну, с музыкой мы, наверное, разобрались. Я вам не буду слишком много тут говорить, потому что всё-таки это такое дело любителя. И хочу отметить тот момент, как я ещё занимаюсь эстонским языком. Я слушаю подкасты «Эстинайне» и ведущая Кристина Хейнмитц. Я слушаю часто, одеваю наушники. Я, если, допустим, на кухне готовлю какую-то еду или чем-то занимаюсь, или даже прибираюсь по дому, я включаю подкаст «Эстинайне» и слушаю. Иногда один подкаст я слушаю по несколько раз. Ну, вы сами понимаете, мне сложно даётся уловить сразу суть, потому что иногда бывают интервьюеры, очень быстро говорят. И я, кстати, встречала здесь интервью по своей теме йоги, потом здоровому образу жизни. Очень интересно. И я рада, что я нашла. Я, кстати, в начале, наверное, пандемии наткнулась на вот этот подкаст. И я очень рада, что есть на эстонском языке. Если, кстати говоря, вы можете порекомендовать ещё какие-то подкасты именно на эстонском языке, интересные, пишите, пожалуйста, в комментарии. Мне это очень сильно поможет послушать на эстонском языке другие подкасты. Вот. Это что касается этого дела. Так. Ну, наверное, всё на этом. Я с вами вроде как всем и поделилась. Вы видите, что я слушаю. Ну, конечно, здесь есть и... Spotify сам предлагает разную уже на основе того, что я слушаю примерно. Он мне предлагает какую-то музыку. И, кстати говоря, я использовала Spotify платную версию. У них есть премиум-версия. И стоимость там, по-моему, 7 евро или 8 евро в месяц. Когда я оффлайн преподавала йогу, чтобы мне не носить все эти диски, флешки, просто в телефоне Spotify включила. И подключила, вернее, к колонкам. И есть музыка. И я могу здесь разную музыку использовать. И это очень удобно было до пандемии. Сейчас мы все уже перешли на онлайн. И, конечно, мне это уже нет необходимости. А платить я сейчас пока решила не использовать платную версию. Мне реклама не мешает особо сильно. Единственное, конечно, да, медитирую. Потом реклама. Но я уже на том уровне медитации, когда мне уже и реклама не мешает. Вот, пожалуйста, поделитесь вашими подборками, альбомами, исполнителями. Что вы слушаете, мне интересно. Поделитесь, пишите в комментариях. И всем спасибо за просмотр. И пока-пока.